Время! 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 не заманишь длинным рублем. Такие отсеиваются сразу. Никита Якоб пошел по стопам отца. В этом году уже был на практике, стоял за штурвалом грузового судна. Ощущения, с одной стороны, в принципе, здоровские такие, а с другой стороны, чувствуешь себя ответственно, потому что судно большое, то есть ответственность несешь большое и за груз, и за судно, и за экипаж. Вот они все. Так, скорейте, вы возьмите малоповоротное устройство и после того, как он отстроит индикаторный экран, проверните коленчатый вал. Каждый винтик здесь как родной. В лаборатории университета водного транспорта двигатели, генераторы, компрессоры – все как в машинном отделении корабля. Здесь хозяйничают судомеханики. Поменять масло, проверить клапана – они в ответе за целый организм под названием судно. В работе с техникой главное – светлый ум и умелые руки. Сломалась какая-нибудь деталь. А ты разбираешь ее, смотришь, что внутри, с чего она состоит, как работает. Вот именно от этого я и получаю удовольствие. Если двигать, если это сердце корабля, то, а я ухаживаю за этим сердцем, получается то, что я в какой-то степени врач. Помогаю кораблю в движении, помогаю ему продолжить свою жизнь. Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. И вот по этой системе, по этой причине нужно в обязательном порядке. Рассказал и показал. И даже еще дал попробовать, руками потрогать. И тогда это осядет в голове надолго, на всю жизнь. Это настоящая мужская профессия. И плюс ко всему не только на кораблях, но и на берегу. Механики, знающие технику, везде нужны. Сейчас, когда ориентироваться в море следует не по звездам, а по приборам, знать, как подать сигнал бедствия и связаться с другим кораблем – одна из важнейших задач судоводителей. Этому учат на последнем курсе, когда ребята уже готовы выходить в рейсы. Кабинет, где установлены электронные тренажеры – своего рода замкнутая сеть. Здесь студенты тренируются быстро реагировать на ситуацию и налаживать связь. Точно такое оборудование сейчас установлено на всех судах. Допустим, мой лайнер терпит бедствия. Мне необходимо передать специальный сигнал, который уйдет на береговую службу. Вот мы нажимаем специальную кнопку – все, сигнал пошел. После выпуска из Университета водного транспорта многие остаются верными профессии. Ребята говорят – долго не видеть родных и жить в замкнутом пространстве, где за кормой только водная гладь, пейзажи и небо. Проверка на прочность. Бесконечные просторы, всплеск волн и тонкую линию горизонта уже никогда ни на что не променяют. Выпускник, он, наверное, остается романтиком, и его влекут морские дали. Это стремление к чему-то новому, постоянное желание что-то новое увидеть, испытать себя, преодолеть трудности. Человек, который находится в постоянной статике, он, наверное, теряет ряд человеческих чувств. А здесь, находясь на каком-то острие опасности, эти чувства более активизируются. Студенты в ГУФД уверены – если водная стихия станет родным домом, будут и попутный ветер, и семь футов под килем. Субтитры создавал DimaTorzok